Я думаю, в последнее время все заметили, как часто мы слышим слово коучинг, оно стало очень модным, а ведь мода, она приходит и уходит, и очень важно моду со стилем не путать. Именно поэтому я решила разобраться все-таки, что же является признаком хорошего вкуса и претапорте в мире коучинга. Так родилась идея провести встречи с восьмью легендарными российскими коучами. Это те самые законодатели моды в российском executive coaching, за которыми стоят истории успеха очень многих собственников, SEO, акционеров крупных и крупнейших бизнесов. И нам на сегодня на самом деле очень повезло, потому что первый человек, который открывает эту серию, это Андрей Владимирович Рассохин, который с одной стороны не нуждается в особенных представлениях, потому что по-настоящему является личностью легендарной и выдающейся. И мы сегодня соприкоснемся только с одной гранью его талантов, потому что их огромное количество. Андрей Владимирович, доктор психологических наук, профессор и заведующий кафедрой психоанализа и бизнес-консультирования высшей школы экономики, создатель и руководитель магистрской программы психоанализ и психоаналитической бизнес-консультирования высшей школы экономики. Андрей, если что-то перепутаю, поправляйте или добавляйте. Надеюсь, что пока все правда. Основатель и собственник консалтинговой компании Сапкон Бизнес Солюшенс, экзекьютив коуч Международной школы бизнеса ИНСИАД, почетный президент Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования и член Парижского психоаналитического общества, член Международной психоаналитической ассоциации. Ничего не забыли? Там много всего еще. Я надеюсь, что сегодня как раз будет возможность об этом узнать поподробнее. И так совпало, что наше первое интервью в серии выходит в тот день, когда сняли ограничения и самоизоляция закончилась. Андрей, как ваш день сегодня прошел? Первый день вне самоизоляции. Да, на самом деле нормально. За рулем как бы ехал с дачи сюда специально на встречу с вами. Спасибо, спасибо большое. Ну, давайте, наверное, начнем с тех вопросов, которые мы хотели обсудить. И я хотела нашим участникам тоже сказать, нашим зрителям, что у нас сегодня час отведен на это интервью. В течение этого часа вы можете присылать свои вопросы. И последние 10 минут мы уделим как раз ответам на ваши вопросы. Мы с Андреем выберем три самых интересных и постараемся на них ответить. Андрей, если честно, больше всего интересует ваша личная история. Как вы стали коучем? Как вы оказались в этой профессии? Профессия это или призвание? Какой-то особенный талант? Ну, скажите, как вы пришли в экзеките в коучинг? Тысячу раз уже говорил об этом, но давайте тогда чуть, может быть, более подробно, да? На самом деле, ну, на самом деле, ну, смотрите, мне в этом году 59, я 61-го года. То есть еще в советское время, когда я был совсем молодым, то я начинал работать со спортивными командами, по велоспорту. То есть уже как-то близко. Тогда, конечно, никакого коучинга не было. Была практическая психология. Практическая психология, которая помогала, на самом деле, и спортсменам, и людям в бизнесе. И дальше, через два года после того, как рванула в Чернобыле, ну, мне повезло, потому что могли как-то инициировать это и раньше, но, слава богу, через два года. Через два года мы ездили вахтовым методом. 15 дней в Москве, 15 дней в Припяти. Так вот, в течение, я уже даже не помню, год или полтора это продолжалось, но много раз я был в Припяти по 15 дней. Ну, это где-то саркофаг в 500 метрах от меня был, как бы, примерно. То есть там было три дома, общежитие, в котором люди жили, столовая и рабочий корпус. И вот мы работали с руководством ПО «Спецатом». ПО «Спецатом» — это производственное объединение с «Спецатом», это те самые ликвидаторы и их руководство. На самом деле, то есть вот мы занимались вот этой практической психологией, которая сейчас бы называлась «Экзактив Коучинг». Соответственно, эта задача была на восстановление, на мобилизацию и так далее. Ну, на какие-то, ну, в основном, конечно, восстанавливающие, снимающие стресс какие-то, вот всевозможные такие. Да, против выгорания, конечно, там и так далее. Кто-то горел. Если человек горел, у него был смысл, ему не было необходимости там что-то, он просто как бы вот горел. Но многие выгорали, и действительно необходимо было мобилизовать. Должна быть определенная такая восстанавливающая работа, помогающая, восстанавливающая там и так далее. Как, собственно, со спортсменами. Ну, там, конечно, предельно экстремальная ситуация была. Я только час могу рассказывать об этих переживаниях, я думаю, вряд ли это интересно. Но с точки зрения коучинга, это действительно был такой, ну, как бы старт сильный, да, потому что фактически, ну, это было руководство, там, важнейшее, важнейшее, важное, самые важные точки, естественно, и так далее. С 88-го года фактически, с 1980-го года, я так вот по этой линии как бы экзектив коучинга и двигался. То есть, еще раз, это было не экзектив коучинг, но сейчас это бы называлось экзектив коучинг. Ну, и вот за эти там, сколько, почти, сколько там, 32 года, я уже, я не помню, 32 года прошло. 32 года фактически я проработал с руководством, с собственниками, с топами, ну, почти всех крупнейших российских организаций, естественно, с некоторыми зарубежными и так далее. Вот, и, ну, моя специфика, на самом деле, как бы, действительно, в этом смысле, ну, мой путь действительно уникален в чем? Он в том, что я развивался параллельно в двух направлениях, то есть, и они оба питали друг друга. То есть, вот эта линия как бы шла практической психологией, работы там с бизнесом, то есть, со спортом это было только в самом начале, и потом как бы, но на самом деле это до сих пор играет роль, как бы, в моем мышлении, там, коучингом и так далее, вот, работать со спортсменами. А вторая линия, а с самого начала занималась психотерапией. То есть, психотерапией, собственно говоря, как бы шел вот так вот постепенно, по мере того, когда вот эта вот психотерапия зарубежная приходила к нам в Россию, и вот то, на чем сейчас выстроен классический коучинг, на нейролигистическом программировании и на недирективном гипнозе, это, собственно говоря, ну вот первое, что пришло с Запада тогда в конце 85-89, начало 90-х, большие там, я помню, какие-то сумасшедшие семинары по 300-500 человек. Леонид Кролик в свое время... Там учили стать коучем? Там, нет, там не было, нет, это вообще не было слова коучинг тогда. Еще не появилось? Нет, 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 это все гораздо позже, как бы. Это нервно-лингвистическое программирование, то есть, они приезжали, Леонид Кроль как бы их, вот эти вот семинары, я помню, в свое время как бы их организовывал, он был гигантский кличный человек, и вот эти коллеги, которые приезжали с Запада, они обучали людей без всякого образования лечить все, что хочешь, за 5 минут. То есть, любую проблему, любое заболевание, все лечится за 5-10, ну, максимум 15 минут, одна сесть. Это Чумак и Кашпировский? Нет, нет, нет. То есть, вот если взять всю пирамиду психологической помощи, профессиональной психологической помощи, то наверху психоанализ, ну, а в основании экстрасенсы, ну, знаете, шаманы-экстрасенсы, вот дальше как бы от шаманов-экстрасенсов следующий шаг в сторону профессионализма – это нервно-лингвистическое программирование. То есть, сразу стало понятно достаточно буквально там несколько месяцев, что это вообще бред. И это просто манипуляции как бы такие, и мне это быстро наскучило, как бы, и я пошел дальше, как бы, я занимался, то есть я, ну, как я люблю говорить, я от слесаря до директора завода прошел по этапам, да, то есть я занимался гештальтерапией, психодрамой, разными видами групповой терапии, там, и так далее. И все это так или иначе влияло на мою работу и с бизнесом тоже. То есть вот эти вот два направления, как бы, они взаимовлияли. И, соответственно, все это как-то меня не удовлетворяло, потому что вот слишком краткосрочная помощь, понимаете? То есть вот, ну, за 30 лет я точно знаю, я точно знаю цену изменений, понимаете? То есть цена любых изменений, как бы, ну, вот, мне здесь объяснять не надо, потому что я прошел всю эту цепочку, начиная от того, что мне кто-то обещал, что я за 5 минут могу любого человека вылечить, как бы, или там решить любую проблему за 5 минут. Потом это уже не 5 минут, потом это уже краткосрочная какая-то там терапия была, допустим, гештальтерапия, или там работа с группой, с таким сильным погружением, там, холотропное дыхание, и так далее, там, телесно-ориентированное. Я один из пионеров телесно-ориентированного психотерапии в России, пионер телесно-ориентированного психоанализа, один из пионеров психоанализа в России. То есть еще когда ничего не было, как бы, я это все открывал. Соответственно, что меня заставляло, как бы, переходить от цепочки, ну, от уровня к уровню, выше, как бы, да, в сторону профессионализации, это именно неудовлетворенность с изменениями, понимаете? Потому что я видел, что изменения потрясающие, могут быть просто потрясающими. Я видел, как очень быстро они исчезают. Или даже человеку можно навредить, или это может привести к негативным каким-то последствиям. И даже если это положительное, все очень хорошо, то они быстро исчезают. И это уже негативная вещь, потому что он попробовал, он поверил, у него вроде как получилось, и потом он понял, что это ничего не стоит. И он махнет рукой и скажет, да, это не имело смысла. И то есть вот долгосрочный, вот этот среднесрочный-долгосрочный негативный результат, он на самом деле не берется до внимания, но он крайне важен. Потому что человек демотивирует. В нашем коучинге классическом сейчас именно так и происходит. Мы можем общаться с человеком, накачать его энергией, вдохновить его, я не знаю, побудить его куда угодно. Он что-то попробует, ему покажется, что он окрылен там, потому что реально есть человек, который в него вроде как поверил. И вот он действительно думает, ну все как бы, да. Два шага сделает, и на этом все не получается. Он не возвращается в прежнюю точку. Мы все говорим, что человек верно возвращается в прежнюю точку. Нет. Он откатывается. В точку дальше. Почему? Потому что он меньше начинает верить в изменения. То есть его сопротивляющееся я, которое делает все для того, чтобы блокировать изменения, оно усиливается. Оно ему говорит глухо. Все равно у тебя ничего не получится. Что ты попробовал? Как бы, верно, тебя поманили. А все равно у тебя ничего не будет. Вот и все. И поэтому на самом деле это не в прежнее состояние, а гораздо дальше. Такому человеку гораздо сложнее потом наращивать изменения. Короче говоря, я переходил от уровня к уровню, потому что мне не нравились изменения, которые как бы, ну вот. То есть они были очень краткосрочными. Причем чем ниже уровень профессионализма, тем акцентированнее профессионал говорит. Я как бы изменю вас там. У вас будет это на всю жизнь. Это очень быстрые изменения. Они всегда... Ну и можно продать свои услуги, понимаете? Соответственно, он как бы блефует по максимуму. И на самом деле максимальные профессионалы такого уровня, они не блефуют. Они просто верят, понимаете? Они реально верят в то, что как бы они вот таким образом людям помогают. И отсюда у них мания величия, всемогущество такое, понимаете? Потому что чем выше профессионал, тем меньше он, тем менее он всемогущий, понимаете? Тем больше он принимает ограничения. Тем больше он понимает, что нужен определенный процесс, чтобы добиться реальных изменений. Он не обманывает клиента. Он говорит, что ему нужно трудиться. Потому что, как я говорю, когда к нам приходит человек, любой человек в бизнесе, в коучинге, не в психотерапии, это совершенно разные вещи, да? Я просто сейчас пример... Сейчас я вернусь. Пример привел как в психотерапию. Я двигался и понимал, что изменения как бы, ну, дорогого стоят. И все это влияло на коучинг, естественно, как бы, и мое понимание коучинга усложнялось. И как я люблю говорить, вот к нам приходит не один человек на коучинг, не один клиент, а два. Потому что один из них хочет изменений, он приносит запрос, он реально хочет там измениться и так далее. И второй, который рядом с ним, который... Это его сопротивляющееся я. Всегда, всегда существующее. И это сопротивляющееся я всегда будет делать все, чтобы ставить палки в колеса, и каким изменениям состояться. Поэтому если мы это сопротивляющееся я не видим, мы его игнорируем и так далее, то оно потом просто спокойно как бы сделает всю работу и уничтожит все изменения. Поэтому очень важно вот это вот все как бы наблюдать и так далее. Ну, собственно говоря... Андрей, простите, пожалуйста, вы просто коснулись двух тем. Вы сказали, в то время этот еще не называлось экзеквитив коучингом, а сейчас это уже назовут экзеквитив коучингом. А что такое? Ну, то есть вот для вас что это экзеквитив коучинг? Как бы вы его описали, определили? На самом деле все очень просто, понимаете? Это совершенно... Ну, любой коучинг как бы. Экзеквитив коучинг – это просто коучинг высших руководителей, как бы, да? Соответственно, ну, здесь есть колоссальная специфика по отношению к коучингу среднего звена, там, линейных, естественно. В чем она? Не, ну... Ну, если не кривить душой, то, конечно, как бы там... Ну, нужно иметь свою, как бы, вот эту харизму, нужно иметь свою... То есть вот... Ну, нужно иметь свою силу, понимаете? Потому что ты встречаешься с сильными людьми. Ну, не всегда. Есть разный уровень руководителей. То есть есть топы, как бы, ну... Там, ну, N-3, там, N-4. Тоже топы, как бы, там по-другому, да? Но если ты работаешь с руководителями действительно высшего звена, то это люди, как бы, ну, уже с собственной силой колоссальной, как бы. И если им что-то нужно, то, конечно, как бы, они... Ну, они должны, как бы, почувствовать вот в тебе эту силу, как бы. И тебя будут на это проверять, очевидно, да? Естественно. Как правило, я всегда работаю с людьми, которые уже с кем-то пробовали, там, и так далее. То есть в подавляющем больших случаях. Вот. И бывали совершенно разные ситуации. Один из моих самых любимых клиентов, с которыми я, как бы, вот, продолжаю работать, ну, абсолютно, как бы, там, высшего уровня. Уже два года, как бы, я работаю. Первая встреча была совершенно, как бы, сумасшедшая. Я был абсолютно уверен, что ничего не будет. То есть, ну, на самом деле, у меня все сессии оплачиваются. То есть у меня нет, знаете, как у коуча есть вот этот... Да, кемистричек первая встреча, чтобы почувствовать. Платно их, там, смотрят, осматривают, там, и так далее. То есть если кто-то обращается ко мне, пожалуйста, они платят полную. И если я куда-то выезжаю, то это двойная ставка, как бы. То есть если мне приходится ехать. И я вот приехал, как бы, ну, то есть я приехал, человек меня заставил ждать, а у меня в контракте написано, что если ждать, то, соответственно, как бы, ну... То есть я еще там какой-то вот, ну, полчаса могу, а дальше, как бы, снова оплачу. Новый вариант. Ну, хорошо, как бы. Дальше я захожу, и он начинает на меня сразу наезжать. Понимаете, это, ну, классический, это классический пример, там, руководитель. Так, что вы, так, быстро, быстро мне, вот у вас там три минуты, скажите мне, что там вы можете, кто вы такой, чего там, и так далее. Вот просто жесткий наезд такой идет. А это он вас позвал уже, да? Конечно, конечно, естественно. То есть жесткий наезд, там, и так далее, как бы, ну... То есть его... То есть надо быть способным знать это, знать это сопротивляющееся я. Надо быть способным это выдерживать. Нужно иметь эту силу, как бы, чтобы это контейнировать, выдержать, там, и так далее. Нужно иметь опыт, там, как бы, чтобы эту ситуацию, как бы, прожить, пережить, и, там, успокоить клиента, там, и так далее. и начать работать. Это всегда непросто. Это непросто работать с топами, конечно. То есть там есть своя совершенно специфика. И в подавляющем большинстве случаев, вот положа руку на сердце, еще один как бы секрет там. То есть вот эти вот варианты там, скажем, что в классическом коучинге, что в психолитическом коучинге. Ну, такого, ну, как бы с такой стандартной классической работы, ну, где там нужно, ну, например, в классическом коучинге то же самое. Мы не даем советов там и так далее, и так далее. Понимаете? Если бы я так работал, я бы ни с одним топом не смог работать вообще, понимаете? Никогда. То есть, ну, то есть ты начинаешь работать, и человек очень быстро, очень быстро нуждается в том, чтобы понять, что ты можешь что-то новое привнести в его понимание ситуации, его самого и так далее. Быстро. И чтобы ты там задавал 10 раз одни и те же вопросы, он тебя выгонит просто из кабинета, как бы, потому что это просто головомойка. Или там еще что-то. Но он точно, он нуждается в некоторой экспертизе, понимаете? То есть то, чего как бы вот, мы, когда у нас не тот уровень, не такая жесткая как бы работа, то мы можем себе позволить более такую вальяжную работу, коучинговую, где мы не эксперты, ну, эксперты, вот, например, психологический коуч, как эксперт, но мы там не задаем, не даем там быстрых смыслов, там и так далее. Здесь нет. Здесь нет. Если так работать, ты останешься без денег, без клиентов вообще, понимаете? То есть, соответственно, в этом смысле, как бы, ты должен быть способен принять вызов и максимально быстро почувствовать новый смысл. Или что-то, где-то какие-то ограничения, где-то какие-то конфликты, где-то какие-то вот эти вот моменты, которые клиент не замечает, он должен ощутить новый смысл. Как я говорю, если вы за первую сессию не дали возможности клиенту ощутить, ну, клиент в каком-то замкнутом пространстве, какой бы он высокопоставленный ни был, он в замкнутом пространстве, он его освоил, это замкнутое пространство может быть гигантским, но оно замкнутое. Иначе бы, ему не нужен был бы коуч, понимаете? Да, а зачем этим людям коучи? Они с силой, они с харизмой? По двум причинам. Первое, их заставляют люди, которые выше, например, собственники, вот, потому что они чувствуют, что, например, как бы, ну, вот этот вот жесткий, агрессивный, авторитарный стиль, ну, как бы вот, нужно как-то смягчить, то есть, это уже не очень хорошо работает, и так далее, то есть, нужно добавить какой-то дипломатии, ну, вот, некоторый запрос такой, то есть, и бывают такие случаи. Или бывают случаи, ну, на самом деле, как бы, ну, не знаю, по крайней мере, в моем опыте, 70% людей, с которыми я работаю, они обращаются к коучингу, потому что чувствуют, или чувствуют, большинство из них, но 70%, потому что они хотят, ну, может, даже 80%, это тех, кого заставляют, и из этих 20% тоже бывает классная работа, но меньше, как бы, процент, потому что они, как правило, склонны имитировать эту работу, и саботировать ее, потому что, и тебя его заставляют, им, он хочет просто, как бы, имитировать это. А вот у вас были случаи, что вы сидите, например, в сессии с клиентом, и чувствуете, что он не работает, он действительно имитирует, и это все не по-настоящему? Я с этим работаю, это называется сопротивляющееся я, это называется его сопротивляющееся я, которое имитируется, батирует, делает твит, там, да, если ты профессионал, то ты это видишь, как бы, ты говоришь об этом с клиентом, открыто, это называется работа сопротивления, то, что у нас умеет любой психотический колледж, работа с сопротивлением, работа с переносом, там, и так далее, то есть перенос, это, перенос важнейшее понятие, которое, как бы, говорит, ну, на самом деле в бизнесе, это сплошь и рядом. Не отвлекаюсь? Или идем? Нет, все отлично. Идем свободными ассоциациями. Да, комментарии присылают, все очень нравится. Сопротивление с сопротивлением, а есть еще перенос, понимаете, это вот важнейший, важнейший такой момент в психоанализе, как бы, который, ну, нельзя не знать, понимаете? Если мы работаем с человеком, ну, что меня бесит в классическом коучинге иногда, то, что они, как бы, там, думают, что можно работать вот без психологии, без всего, да? То есть мы работаем два взрослых человека, но в этом описании это не два взрослых человека, два человека, если два взрослых человека без психологии, это два робота, которые сидят в психологии, как бы, и друг, тогда любого коуча можно заменить, как бы, программой, которая будет выплевывать эти вопросы правильные какие-то, и все, понимаете? Такие программы уже создают, кстати. Естественно, естественно. То есть классический коучинг легко можно заменить такой программой, как бы. А вот психологический коучинг, где есть психология? Психология это что? Это где есть эмоции, фантазии и бессознательное. То есть что такое бессознательное? Скрытые смыслы. Скрытые смыслы. То есть то, что клиент не понимает, не осознает, но чувствует, что у него есть какие-то ограничения, ему хочется как бы что-то лучше понять, что-то открыть новое, для того, чтобы двинуться вперед, быть более эффективным, там, снять что-то как-то вот. Или наоборот, или снять выгорание, или там, я не знаю, найти новый смысл, вернуть себе силу, как бы, там еще, чтобы быть более эффективным. Миллион возможностей найти новый смысл, да, и скрытого. Мы говорим про ресурсы. Ресурсы всегда в глубине. Если ресурсы лежат на поверхности без психологии, они никому не нужны. Клиент их сам найдет без тебя. А вот найти ресурсы, они скрыты, они под землей, поэтому и ресурсы, понимаете? Соответственно, это скрытые смыслы. И нужно помочь клиенту найти его собственные скрытые смыслы, достать, как бы, и вот. И поэтому очень важно в самой первой сессии, как бы, вот это открыть. Перенос, еще раз, это то, когда что-то из бессознательного переносится в реальность. И клиент это не осознает. И это мы помогаем ему. Например, ты, будучи самым, на любом этапе, как бы, на любом этапе иерархической лестницы, ты все равно, как бы, сделал значимый проект, и ты несешь его своему руководителю. Если ты там села, допустим, ты показываешь, презентируешь это собственнику, там. Если ты собственник, ты презентируешь это, там, премьер-министру, или, там, я не знаю, президенту. Своим партнером. Или партнером, там, или еще. В любом случае, как бы, ты, соответственно, соответственно, дальше, как бы, все зависит от того, ты не можешь, ты никогда, если проект для тебя значимый, ты никогда не можешь оставаться только взрослым профессионалом. В любом случае, как бы, чем значимее ситуация, тем больше у тебя включаются какие-то вот бессознательные моменты, и ты начинаешь, как бы, их привносить в реальность, так же в спорте, ты можешь быть идеально готов, как мы знаем, как бы, колоссальной силой, там, уверенный в себе, там, и так далее, прийти к старту, и вдруг что-то с тобой не то. Или ты рванул, как бы, а ноги, по какой-то причине стали ватные, там, и так далее. По какой? Что происходит? То же самое, ты несешь этот проект, и вдруг по какой-то причине у тебя вот ноги стали ватные. Ноги стали ватные. Да, то есть метафорически. У тебя голос начал заплетаться, там, и так далее, и еще что-то. Перенос это, когда мы наделяем другого человека чем-то бессознательным, чем-то, например, так как он вирурхически выше, то, конечно, как бы, мы бессознательно наделяем на него, проецируем какие-то фигуры значимых для нас людей, родителей, там, и так далее. Если он авторитарен, например, жесток, а у нас был отец, например, который, который, как бы, над тобой стоял, там, и если ты неправильно делал какую-то, так, покажи мне свое домашнее задание, ах ты, вот это не сделай. Опять двойка. И подзатыльник, или там разгон какой-нибудь и так далее, то, конечно, у тебя, как бы ты ни был, чего бы ты ни достиг, у тебя в значимые моменты, в значимые, не значимые, ничего не будет, но в значимые моменты вот это детское я может выходить на первый план и захватывать сцену, понимаете? И из-за этого мы можем все проиграть. Поэтому очень важно все эти вот моменты осознавать у нас. Чем больше мы осознаем, чем больше мы прорабатываем, тем более мы эффективны. И в бизнесе тоже. Что такое коучинг? Что такое экземптив коучинг? Найти скрытые, найти запрос. Что такое запрос? Запрос это дверь, которая помогает нам понять ограничения клиента. Что такое ограничение клиента? Нет никаких ограничений без самого страшного слова для классического коучинга. Конфликта. Если нет конфликта, нет никаких ограничений. Он будет сам все делать, не нужны мы ему. Если он сам, то значит есть ограничения, а под ограничениями стоит какой-то конфликт, который вызывает эти ограничения. Значит, соответственно, мы этот конфликт должны как бы начать вместе с ним прорабатывать для того, чтобы он мог как бы эти ограничения преодолеть, найти вот этот вот смысл как бы и двинуться вперед. Но нет другого пути. И дальше, то есть надо найти вот этот скрытый смысл, некоторый инсайт у него, чтобы был там и так далее. И дальше вот это новое понимание себя и бизнеса должно постепенно прорастать и, как я люблю говорить, материализоваться в крови и плоти, реальных действий. То есть оно дальше должно как бы в этих реальности действий материализоваться. На самом деле момент обретения нового смысла, инсайтный момент, условно говоря. И вот этот момент обретения, они по времени совершенно разные. Этот может быть краткосрочный, а вот тот как раз гораздо дальней. Понимаете? Не наоборот. То есть инсайты ты получил, а вот чтобы твое осознание проросло в действиях, в поведении, в новом поведении. Включаться сопротивление. Ты будешь не хотеть это делать. Ты будешь возвращаться к старым стереотипам и так далее. И нужно все это прорабатывать, прорабатывать, чтобы это вот новое осознание прорастало, чтобы этот ресурс прорастал. Мы не можем просто взять его и все, мы изменились. Не бывает. Требует ремня. Андрей, и все-таки вот коучинг это профессия или призвание или талант? Оксан, смотрите. Собственно говоря, на этот вопрос я уже ответил, да? То есть фактически, не вам ответил, ответил своей работой. То есть фактически, ну как вот, если продолжу снова мою историю, то там, ну был период психоаналитического, у меня 13 лет психоаналитического образования в Париже. И в процессе вот этих вот 13 лет, в 2005 году, меня разыскал Манфред Касдевриз. Он искал, как бы, человека, который работает с бизнесом в России и психоаналитик, как и он. Соответственно, как бы, и он пригласил меня в инсиад вместе с ним работать. И, соответственно, вот, и тогда, и вот с 2005 года я экземптив коуч бизнес-школы инсиад, и он меня как раз, и у него как раз была вот эта магистрская программа, там он как раз ее недавно открыл тогда вот, и по обучению, по обучению, ну называют это психодинамическим коучингом. И он меня спрашивал, почему тебе не открыть там это все и так далее. Ну и вот, ну и фактически вот это все привело к тому, что в 2010, в 2011, ну то есть в 2011, да, я эту программу основал, и эта программа, это и есть, то есть в 2011, в следующем году мы будем праздновать десятилетие. 10 лет высшего профессионального обучения экзекутив коучинга. То есть это, если коучинг это профессия, а не что-то иное, тогда она требует высшего профессионального образования. Если это профессия. Нельзя профессию получить за 5 минут вот так вот и так далее. Ну вот сейчас очень легко запутаться, потому что возможность стать коучем, она практически безгранична, и по сути, пройдя какой-то там достаточно короткий курс, ты даже в Инстаграме можешь найти рекламу, как за 3 дня стать коучем. Не-не-не, это все равно чуть сложнее, чем стать экстрасенсом. Экстрасенсом ты можешь стать вообще не проходя никакого курса. Просто вот называешь себя экстрасенсом и все. В принципе и коучем можешь так же точно. Назвал себя коучем и все, и ты коуч как бы. Но сейчас уже не совсем так, понимаете. Сейчас уже, вот я говорю, уже есть как бы, То есть за 9 лет мы уже, то есть каждый год мы выпускаем порядка 60, от 60 до 80. Ну вот нынешний набор это вообще 88 человек у меня, первый такой. То есть где-то в среднем там допустим 70. 70 специалистов, которые имеют профессиональное образование, магистры психологии по психолитическому экзекутив коучингу. Соответственно, ну как бы все, то есть это уже есть, понимаете. Есть. То есть есть у этой профессии, есть свое профессиональное образование. А если есть профессиональное образование, то так или иначе профессия будет. То есть у тебя, что такое профессия? Профессия это когда у тебя есть внутренняя профессиональная идентичность. Ну то есть вот, например, то есть идентичность психолога или идентичность к психотерапевту. А вот все там, когда я начинал, то меня вообще там буквально как бы... Это на самом деле вы несете не коучинг, а психотерапию. Это никакой не коучинг, а психотерапию. Я спокойно как бы людям давал понять, что коучинг невероятным образом отличается от психотерапии, но это еще могло быть как-то непонятно до какого-то момента, а пока там, ну через 2-3 года я не открыл вторую магистрскую программу по психоэнергетической психотерапии. И стало ясно, что две программы абсолютно разные. То есть одна программа помогает обрести идентичность психоэнергетического психотерапевта, а вторая идентичность психоэнергетического коуча. Они разные, а эти идентичности абсолютно разные. Психотерапевт не будет успешен в работе с бизнесом никогда. Да. Но мне счастливым образом просто повезло, что у меня эти две линии в течение 30 лет как бы вот так вот смешивались. А в принципе, почему психотерапевт не будет успешен? Потому что он настроен на медленное слушание и так далее, настроен на длительный процесс, он как бы там постепенно понимает. Бизнесу нужны быстрые смыслы. И они готовы работать долго, но при условии, что все-таки, ну как бы вот каждая сессия наполнена смыслом. Андрей, вы упомянули, что когда, чуть раньше, когда вы рассказывали, что когда вы видите такого человека, то сразу понимаете, что он не профессионал. А можете нам дать какие-то советы, как определить, какой вопрос задать, на что обратить внимание, профессиональный коуч перед вами или нет? Ну, понимаете, как сказать. То есть вот сейчас, собственно говоря, в рамках классического коучинга коллеги пытаются задать стандарты. Стандарты, как бы там профессии, как они называют и так далее. Я с бесконечным уважением отношусь к коллегам и к их делу и так далее, но у меня, кажется, вообще как бы очень много вопросов к этим стандартам, потому что эти стандарты предполагают, ну, например, что ты можешь стать коучем, имея среднее специальное образование и пройдя семинар в течение 72 часов. Ну, то есть ты можешь быть слесарем-сантехником, 72 часа что-то прослушал, ты коуч, как бы, да? То есть вот, ну, как бы, хорошо, допустим, у меня свои стандарты, да? То есть у нас, как бы, вот, у нас в ассоциации, там, психологического коучинга и бизнес-консультирования, в которой, вот, как раз выпускники, там, нашей программы и так далее, у нас свои стандарты. Соответственно, как бы, надо смотреть стандарты, конечно, да? То есть, ну, хорошо, там, член ICF, как бы, окей, ну, там, ну, и чего, понимаете? Какие стандарты? Люди должны знать, что, как бы, человек должен проходить супервизии, супервизии, то есть он должен постоянно совершенствовать свою практику, и супервизии крайне важная вещь. И фактически я принес это в мир коучинга 10 лет назад, как бы, и вот сейчас это сильно, как бы, начинает развиваться, и я очень рад этому процессу, что и в рамках классического коучинга они начинают очень сильно супервизировать, там, и так далее. Ну, вот, вдумайтесь, у меня на программе больше 40, больше, около 50 часов еженедельно групповых супервизий. Еженедельно 50 часов групповых супервизий. Это в параллели, как бы, идут, там, порядка у нас, там, от 8 до 10 супервизорских групп, на каждая супервизорская группа по 4 кейса. То есть это гигантское количество кейсов, каждую неделю рассматриваются, прорабатываются и так далее. А для чего нужна супервизия, и зачем нужен коуч, для коуча? Супервизии, то есть, все-таки, да, все-таки. То есть, некоторую модель из психоанализа я привнес, как бы, в это образование, она очень важна. То есть, собственно говоря, как бы, то есть, вот это свое понимание, я принес свое понимание, как рождается практика. У меня есть метафора, которую я всегда, там, всегда говорю. Поделитесь. То есть, человек должен забеременеть, забеременеть своим новым профессиональным ядом. Только так можно получить гигантичность. Забеременеть, выносить ее и, вот, как бы, родить вот это свое новое профессиональное яд. Вот процесс беременности, он состоит из трех этапов. Как в психоанализе, так и здесь. Первый этап. Хорошо было бы, все-таки, иметь свой собственный опыт. То есть, пройти какую-то, понятно, что не как психоаналитики, даже не как психотерапевты, но какой-то опыт своей работы с другим человеком, чтобы самому узнать, там, и понять что-то про себя. Очень важно. Второй этап. Все-таки, самое сердце развития профессионала – это супервизии. Когда вот ты начинаешь, и ты каждый, у нас закон на магистской программе, каждая сессия, твоя сессия с клиентом должна быть просупервизирована. То есть, что это значит? Ты поработал с кем-то, вот ты начинающий, ты поработал, и сразу же приносишь на супервизию, рассказываешь это в группе. Ну, например, я супервизирую, и мы в группе это прорабатываем. Ты лучше понимаешь дальше, ты готов лучше ко второй сессии. Ты уже с этим пониманием, которое ты получил в групповой супервизии, проводишь вторую сессию. Снова приходишь, рассказываешь и так далее. То есть, вот эта супервизия фактически – это механизм, в котором, ну, вот это вот профессиональное «я», вот это вот начинает, как бы, вот он, человек начинает этим переменеть. Потом, кроме того, что он сам, представьте, вот одно занятие – это четыре кейса. Ты приходишь и слушаешь четыре кейса, где такие же, как ты, начинающие коллеги работают там, причем многие у нас работают с топами уже даже там и так далее, и супервизируют это, соответственно, руководителями департаментов там и так далее. Соответственно, мы это супервизируем, и он слушает, то есть он слушает, он смотрит, как этот работает, он участвует в обсуждении, этот работает, он участвует в обсуждении там и так далее. Потом ты сам презентируешь. То есть, фактически, у тебя внутри начинает, ну, как бы, вариться вот это вот, как, знаете, как суп готовится, так готовится твое профессиональное «я», да? То есть, вот оно постепенно бурлит, бурлит, бурлит. В один из дней, например, я показываю, ну, каждую неделю я показываю видео своей работы, executive coaching с топами. То есть, я записал на видео. С реальными клиентами. С реальными клиентами, да. То есть, я записал на видео, и они мне дали разрешение, что я буду использовать исключительно в учебных целях. И, соответственно, как бы, и мы же не смотрим это как сериал. То есть, вот, например, там, ну, например, одна сессия, например, ну, то есть это серия сессий, и одна сессия идет, например, час, да? Но из этой серии кусочек, каждое занятие, там, мы можем продвинуться на 10-15 минут максимум, потому что мы в каждой точке останавливаемся, обсуждаем, что, как, почему этот вопрос, что здесь происходит, какое сопротивление, какой перенос, как, что я чувствую, где я ошибаюсь, они меня критикуют, там, я сам себя критикую. То есть, это фактически супервизия меня самого, как бы, то есть, я фактически показываю студентам, как, что я так же, так же, как бы, супервизирую себя, как и они, там, и они меня супервизируют. Мы разбираем детально всю мою работу, где можно было, где ошибся, где можно было по-другому, там, сделать. Они понимают, что существует тысячи разных дорог, как бы, но важно быть все-таки профессиональным. И про талант вы спрашивали. Значит, вот смотрите, ну, я говорил, что я пионер, там, всего-всего, что такое можно, да, там, телесно-ориентированная психотерапия, там, психоанализация, я больше, ну, как минимум, 25 лет, ну, около 30, я готовлю практиков, реально. И когда я был моложе, то я, ну, то есть, я проводил группы супервизии, я уже 25 лет прожил, больше всех в России, супервизии, как бы, то есть, тогда это я еще проводил по психотерапии, и сейчас провожу по психотерапии, по коучингу. Ну, вот, когда, то у меня, вот, когда я был помоложе, у меня были идеи, вот, вот человек сидит, вот он талантливый, он так вот ассоциирует, там, вообще просто, вот, вот из него точно получится, вот он прямо вот талантливый. И в том, с годами наблюдаешь, как эти все талантливые, быстро выгорают, фальштарты вот эти, там, спринтеры такие, исчезают куда-то, и так далее. Кто остается рядом, и кто действительно, как бы, становится, вот, профессионалом, это люди, которые находят свою собственную скорость, идут медленно, медленно, спокойно нарабатывают, и так далее. То есть, важно идти со своей скоростью, ну, идти, и ты точно дойдешь, точно дойдешь. То есть, вот этот вот момент, ну, дойдешь куда? То есть, на самом деле, финиша-то нет. Профессионал – это тот, кто все время развивается, я постоянно развиваюсь и так далее. То есть, финиш – это смерть, как бы, поэтому имеется в виду, что ты обретешь вот это профессиональное я. Точно, совершенно, как бы, поэтому, наоборот, как бы, вот, если у тебя слишком легко что-то получается сначала, это скорее потом создаст проблемы человеку, это даст ему ощущение, что он что-то может, там, и так далее. В то время, как надо просто, медленно, спокойно нарабатывать формы, и все получится со своей скоростью. Это самое важное. Спасибо большое. Андрей, а у вас есть какие-то профессиональные табу? То есть, что никогда… Множество. Какие? Есть профессиональный кадр, профессиональные ограничения, там, и так далее. Что профессионал, скажем, никогда не будет. В психотерапии это одни, они еще жестче. В психоанализе еще жестче. В коджинге чуть меньше. Но, например, то есть, вот в чем разница, да? То есть, понятно, что я никогда не буду ни с кем работать в кафе, в ресторане. Никогда. То есть, это, ну, абсолютно невозможная история. То есть… Почему? А? Почему? Ну, это… Я могу это объяснить, но это займет время, как бы. То есть, это обесценивает, обессмысливает работу, там, и так далее. То есть, усиливает то самое сопротивление, там, и так далее. То есть, все равно это должен быть профессиональный кадр. Но, например, в психотерапии, в психоанализе я бы никогда в жизни не поехал к клиенту. Здесь могу поехать к клиенту. Дорого стоит, там, для него, и так далее. Но я могу к нему поехать. Я могу поехать, и если наша работа, как бы, действительно становится важной, то, как правило, он достаточно быстро начинает ездить ко мне в офис. Потому что, как бы, для него становится важно ездить. Ну, потому что это частное пространство, там, и так далее. Ему гораздо комфортнее, как бы, начиная. Вот. Но, тем не менее, все равно я могу поехать, да? Здесь действительно, скажем, здесь больше каких-то вещей. То есть, если, например, в психотерапии кадр строгий, например, то есть, например, тебе клиент, клиент говорит, как ваши дела? Я никогда не отвечу, понимаете? То есть, я могу промолчать, я могу там, и так далее. Но мы никогда не говорим, уж действительно никогда не даем советов, там, и так далее. Вообще, то есть, там, жесточайший кадр, да? То здесь, как бы, нет, ты можешь обмениваться какими-то, там, переживаниями, и так далее. То есть, я никогда в жизни не скажу психотерапии, где я был в отпуске, там, и так далее. Здесь я могу даже фотографию показать. Если он мне показывает свои фотографии, я могу показать какие-то свои фотографии. Но это быстрый обмен для того, чтобы в коучинге, как бы, человеку важно, как бы, вот, быстрые такие вот какие-то вещи. И потом ему легче переходить к чему-то более серьезному. Это просто потому, что очень сконцентрированный, гораздо более... Вообще говоря, как ни парадоксально, коучинг, работа коучинга стоит дороже. Почему? Потому что она гораздо тяжелее. Она тяжелее. Настоящая, профессионально настоящая. А в чем сложность? Это самое сложное. Потому что психотерапевт, он расслабился, там, он работает, там, у него впереди процесс, как бы, и так далее, он пошел. А здесь ты должен все время, как бы, вот, быть... Ты должен быть способен, как бы, погрузиться вглубь и тут же все время удерживать запрос, все время, как бы, возвращаться к бизнесу, все время быть... То есть ты не можешь быть все время в активном состоянии, потому что тогда ты не почувствуешь ресурсы. Ты должен, как бы, ну, быть способным почувствовать, вот, фантазировать, там, эмоции, и так далее, но все время быть в контакте с реальностью, в контакте с... То есть ты все время, как бы, должен чуть погружаться, потом выныривать, погружаться. Фактически все время расслабляться и активизироваться. Это очень такой изматывающий, на самом деле, процесс. В отличие от психотерапии, ты можешь ослабиться, там, следует за след... Вот это вот, вот это то, что Коучинг взял эту фразу из психотерапии, она настолько обманчива. Следовать за клиентом. Мы должны следовать за клиентом. За каким клиентом мы последуем? Вот когда мы говорим, мы вообще не понимаем вообще, о чем говорим. Потому что в реальности, вот, следовать за клиентом, за кем ты будешь следовать? Двое. Двое, да. То есть, если он сейчас сопротивляется, ты будешь за этим сопротивлением следовать. Ну, вот так и проследуешь всю сессию, понимаете? То есть, вся сессия вылетит, как бы, в помойку, потому что ты проследовал за клиентом, за его сопротивлением, там, и так далее. И побоялся это конфронтировать, с этим работать и вытаскивать его, то я, которое настоящее, хочет изменений. Или, например, ты следуешь за тем я, которое хочет изменений. Ты следуешь, 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 но тут же в какой-то момент включается сопротивление. Ты раз, знаете, как это, ну, когда поезд движется, там, как-то стрелка, да, стрелка передел, и ты должен ехать сюда, стрелка передел, и ты незаметно едешь совсем в другую сторону. Следуешь за клиентом. Следуешь за клиентом, да. Но другая крайность следует за своими гипотезами, это другая крайность. Это опасная штука, там, то есть, навязывать клиенту какую-то свою картину мира, свое понимание, там, и так далее. Это другая крайность. Поэтому, вот, опять же, да, вот в коучинге здесь очень важно вот этот вот баланс. То есть, ты, конечно, как бы у меня, там, ну, например, то есть, кроме, там, 30-летнего опыта, у меня понятно, что есть колоссальное знание, там, психоаналитические, психоаналитические, человека, да. Я со многими поработал, там, и так далее. То есть, это же все равно все наклады в этот печаток. Но если я буду целиком этому следовать, я буду зомбировать клиента тогда. То есть, я буду считать, вот, что дело в этом, в этом, в этом, там, ба-ба-ба-ба. А проблема настоящего коучинга, и здесь, здесь то же самое, что в психотерапии, что в коучинге, в чем угодно. Каждый человек, это действительно уникальная вселенная. Какой бы у тебя опыт ни был, он тебе в чем-то помогает, в чем-то мешает, но в любом случае, случай каждого человека, он абсолютно уникален. И поэтому здесь нужно, как бы, этот опыт оставлять за кулисами. То есть, и в этом смысле кайф нашей работы. Ну, за что я, собственно, свою работу люблю, именно за то, что, как бы, с каждым человеком ты, как бы, ну, открываешь новую вселенную. Понимаете, это же дико интересно. То есть, ты с каждым человеком открываешь что-то новое, незнакомое, неизвестное. Ты вместе с ним это открываешь, эти вот новые смыслы. Это очень большое удовольствие, когда что-то новое вдруг открывается. А какой самый большой урок вам преподнес клиент за всю вашу практику? Хороший вопрос. Ну, это случаи, которые не удались, конечно, понимаете, в любом случае. То есть, конечно, у меня их тоже есть, как бы. Можете о каком-то рассказать? Ну, я в одно время работал. Ну, вот это тот случай, как раз, когда, как бы, человека заставляли работать. Вот. И я помню, да, вот сейчас я могу сказать, знаете, как бы, это вот момент, когда... Ну, давайте, я постараюсь описать, как бы, максимально конфиденциально. То есть, вот, это момент, ну, тоже очень-очень-очень серьезный топ. Ну, то есть, очень... То есть, это, соответственно, я почему это говорю, это значит, что для работы для меня была важна, значима, там, и так далее. Мне было интересно, значимо. Понятно, что это было сложно, потому что это как раз вот случай, как бы, вот таких сложных историй, когда очень авторитарный человек и очень жестко, как бы, но кроме его авторитарности он был очень умный. Ну, он и сейчас умный, конечно. Вот. То есть, это колоссально, как бы, очень умный человек, который мгновенно все просчитывал, когда что-то говорили, как бы, тут же, как бы, всех накрывал. И метафора состояла в том, он сам ее говорит, что, ну, как бы, вот, люди начинают что-то говорить, он мгновенно понимает и начинает стрелять из всех орудий. Стреляет у всех орудий. И вот, собственно говоря, люди перестают что-либо понимать. Он против себя настраивает другие службы и так далее. Людей из других организаций. Ну, как бы очень высокомерно поднимаясь над всеми ними, показывая, что он круче. И потенциал интеллектуальный у него для этого был. Но потенциала психологически нет. То есть ты понимаешь суть проблемы. И вместо того, чтобы донести ее правильным образом, ты начинаешь всех унижать для того, чтобы показать, что ты на самом деле на 10 голов выше, чем они. То есть фактически его внутренним мотивом было самоутвердиться за счет них. Понимаете? То есть нарциссический момент. Не решить задачу, а самоутвердиться. И в результате у него возник... Ну, когда мы с ним работали, это было где-то порядка пяти, по-моему, сессий. И вот этот танк, танк, и вот этот вот танк такой, он внутри танка. И он стреляет из них. И дальше я как бы начал ему потихонечку показывать, что если ему нужен танк, и он может прятаться в танке, то это значит, что какая-то часть его чувствует себя беззащитной. Беззащитной, как бы там, и нуждающейся вот в этом танке. Броне. И он стреляет не потому, что как бы ему нужно там, а чтобы защититься. То есть не потому, чтобы решить задачу, как он думает. И даже не потому, чтобы самоутвердиться, а потому, что защититься. То есть ему страшно. И вот этот момент, когда как бы у меня внутри психотерапевт взял как бы вот, ну, может быть, голос, и здесь я проиграл. То есть вот этот момент тонкий, чем отличается психотерапия от коучинга. Если психотерапевт легко это может сказать, и все будет хорошо и правильно, то здесь как бы со многими клиентами это может пройти, но вот с нарциссичными нет. И я ему, и где-то, я несколько раз начал говорить ему о страхе. О страхе, там вот его маленьком ядове. И мы даже поговорили как бы в каком-то детстве, там все точно было, как бы это его история. Я точно попал, но вот несколько слов про страх, который я сказал, и его сопротивление начало уничтожать нашу работу. А вы долго до этого работали? Пять сессий, пять сессий. Пять сессий. Вот так вот я помню это хорошо, потому что, ну, мне казалось, что уже все, понимаете, вот все, вот еще немножко, как бы, и сейчас вот все. Эта работа перейдет уже в такую основательную, серьезную, там и так далее. И в принципе шанс был, но вот если бы я не акцентировал момент на страхе, понимаете, вот слишком много. То есть для него почему? Потому что, почему он залазит в танк? Чтобы никто не увидел его страх. Он стреляет, чтобы не увидели его страх. И вот он, вот, то есть, как бы, да, то есть вот он, он всегда, он был суперинтеллектуальным в детстве, как бы, ну, маленьким физически, там и так далее. И, ну, разные были, там, нападки, там и так далее. И когда я говорил страх, 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 а я еще такой все-таки больше, чем он, ну, я такой, не маленький. То есть фактически вот он, перенос произошел, понимаете. Вот тот самый перенос, где он на меня перенес фигуру агрессора. То есть я как агрессор, который говорит, ты боишься меня, то есть это, я так не говорил, естественно, но он бессознательно вот это мог считать, да. То есть привнести это, что я один из тех, которые говорят, ты маленький, ты боишься, а я крутой, я ничего не боюсь. И тогда он, пошел ты, и так далее. Очень глубокий пример, аж к мурашке побежали по коже. А, да, до сих пор помню отчетливо, потому что такой серьезный прокол, который показывает, что нужно тонко чувствовать каждого человека, понимаете. С 90% других ничего бы страшного не произошло, наоборот, как бы, понимаете, они готовы слышать. Вот здесь это была его ахиллесовая пята, ахиллесовая пята. И вот если ты чувствуешь ахиллесовую питу, нельзя сюда 10 раз нажимать. Ну, один, может, два, можно было, но не четыре. Понимаете? То есть вот мой прокол заключается в том, что я вот это не почувствовал. Андрей, спасибо большое. У нас незаметно время пролетело, и осталось, на самом деле, всего 5 минут. Мы обещали последние 10 минут, но теперь приносим прощение последние 5 минут ответить на вопросы. Один из вопросов, который пришел, мне кажется, вы об этом уже многое сказали. Ну, можно ли быть коучем, не будучи психотерапевтом? Еще раз. Да. Еще и еще раз. Ни один психотерапевт не может быть коучем. Это разные, разные профессиональные идентичности. То есть из этого прямо следует, что коуч не должен быть псих... Ну, то есть он должен быть... То есть на самом деле многие наши сейчас как бы становятся профессиональными коучами и потом доращивают компетенции до терапевта. То есть, соответственно, они, как я, могут быть и коучами, и психотерапевтами. Но это разные вещи. А вот может быть вопрос об этом. Можно ли быть коучем, не имея психологического образования? Нет. Нет, друзья. Я, может, обижаю моих ближайших коллег, которых я очень люблю, там, многих, там, классических коучей и так далее. Очень ценю. Но нет, нельзя, нельзя работать с другим человеком, не будучи психологом, не практиком, да, практиком, не теоретиком. Да. Который не понимает вот эту вот психологию и так далее. Потому что работать с другим человеком, это значит работать с психологией. Андрей, еще один вопрос очень короткий. Можно ли получить у вас образование на программе в заочной или в вечерней форме? С этого года дистант есть у нас. Только с этого года. Благодаря коронавирусу мы поняли, что мы можем как бы... Невозможное возможно. Да, да, да. Еще один вопрос от наших зрителей. Можно ли быть или как стать коучем самого себя? Вот. Вот очень важная вещь. Я недавно давал интервью первому президенту ОСЕФ или второму, я не помню. Светлана Юрьевна, она была первым президентом ОСЕФ? Нет, с первым, да. Наташа второй, да, была? Наташа второй, да. Да, 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 Светлана Юрьевна, как бы, два моих любимых коуча, любимых человека там и так далее. Светлана Юрьевна Чуманкова и Наталья Долина. Вот, и как раз я давал интервью Наталье, где я сказал, что на самом деле запрос клиента и решение запроса клиента – это только дверь для того, чтобы решить два других главных, две другие главные задачи коучинга. Первое, самое важное, самое важное – это как раз сформировать, помочь сформировать клиенту внутри самого себя его коучинговое я, новое коучинговое я, которое уже потом будет способно само заботиться о себе, само прорабатывать ситуацию, открывать ресурсы, быть коучем саму себе. Смотрите, до того, как вы, то есть, самому себе, так коучинговое я, это как вытаскивать Мюнхгаузен там. Да, да. Смотрите, вопрос сам по себе парадоксальный. Если мы верим, что коучи нужны, то это означает следующее, что другой человек всегда нуждается в ком-то для того, чтобы открыть новые перспективы. Ты долг, это элемент некоторой зависимости. Да, мы, это ограничение нашего человеческого я. Мы нуждаемся в другом человеке для того, чтобы двигаться вперед, изменяться и так далее. Если это так, то это и к нам то же самое относится. Если мы можем сами быть для себя коучем, тогда мы можем и быть коучем для кого угодно, делать что угодно, без всякого образования, без всего, понимаете? Тогда и наши клиенты могут быть коучем и сами себе. Зачем бы им нам нужно было платить? Нет, нельзя быть коучем самому себе без того, которое поможет вам сформировать этого коуча в себе. Тогда можно. Вот на этой прекрасной ноте, на самом деле, такая вот точка на очень высоком тоне. Нам придется прощаться, хотя прощаться очень не хочется. Оксана Крамадная, спасибо за приглашение. Это честь для меня. Большое спасибо. Поздравляю вас с этой инициативой замечательной, которую вы придумали. Мне кажется, это крайне важное. Спасибо большое. Андрей, спасибо вам. Спасибо. На связи. Спасибо.